Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем готовить очень вкусный пирог на кефире. По желанию в этот пирог можно добавить изюм или же сухофрукты, но предварительно их нужно замочить в воде, чтобы они были помягче. Итак, приступаем. Первое, что мы сделаем, это нальем 600 мл кефира. Также даем кефиру 200 мл подсолнечного масла. И выливаем это все в нашу емкость. К кефиру и маслу мы добавляем 6 яиц. После того, как разбили яйца, добавляем 2 щепотки соли и 400 г сахара. И все это содержимое этой емкости мы тщательно перемешиваем. Перемешав содержимое емкости, оно, кстати говоря, должно быть все не из холодильника, а комнатной температуры или теплее, начинаем постепенно добавлять муку. Всего муки нам понадобится 850-900 г. Мы ее будем добавлять постепенно, частями. Добавив примерно половину муки и перемешав, мы добавляем еще муки. 30 г разрыхлителя, он у нас в трех пакетиках, по 10 г. и сухофрукты. И все это перемешиваем. Тщательно перемешав тесто, оно получилось примерно вот такой вот консистенции, примерно как на оладьи. И теперь выливаем половину теста на противень. Вылив примерно половину теста, начинаем распределять ее по всей площади противня. Противень мы предварительно застелили бумагой. Мы распределили тесто по площади, и теперь в оставшуюся часть теста мы добавляем пудинг. У нас в пакете 150 г, но также можно добавить и 100. И все это дело тщательно перемешиваем. Итак, пирог у нас будет двухслойный, и во второй слой пирога мы добавляем пудинг. В принципе, в этот слой можно и не добавлять пудинг, а просто залить цельным пирогом. Или же можно добавить любой пудинг, абсолютно любых вкусов, какой вам больше нравится. В нашем случае это будет пудинг с шоколадным вкусом. Мы тщательно перемешали второй слой, и теперь его выливаем поверх первого слоя нашего теста. Если хорошо постараться, то после того, как вы вылейте второй слой теста, вам его не придется распределять по поверхности противня. На этом этапе можно уже ставить духовку на разогрев на 180 градусов. Итак, духовка разогрелась. Она разогревалась до 180 градусов. И теперь мы убираем наш пирог в духовку на 35-40 минут. В прошлый раз, когда мы готовили этот пирог, он стоял в духовке 37 минут. Итак, время вышло. Достаем пирог из духовки. Как мы можем видеть, пирог очень хорошо поднялся. Теперь мы дадим ему хорошенько остынуть, и после будем его нарезать и смотреть, что у нас получилось. Мы дали время, чтобы пирог остыл. После нарезали и сложили его аккуратно на тарелку. И получилось вот такая большая горка из кусков пирога. Пирог отлично пропекся. Ему хватило отведенного времени, чтобы хорошо пропечься и остаться не сухим, а вполне вкусным, что его даже можно есть без чая. Пирог получился в меру сладкий, вкусный и не сухой. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем приятного аппетита! До новых встреч, друзья!